Канат Мажиманов родился в 1992 году в городе Аркалу в Кустанайской области. Родители отдали новорожденного ребенка в детский дом. Позже, в возрасте двух лет, он был переведен в Весельский детский дом, что в Акманской области. В 16 лет Канат поступил в Чагинский колледж агробизнеса. За это время никто не поставил его в очередь на жилье, так как официальных опекунов у него не было. Лишь 24 года узнав о том, что он не состоит в числе очередников, он самостоятельно подал документы. Момент 693 сейчас. Но хочу сказать, что это безответственно, что отнеслись в детдоме, что нас не поставили на очередь. Они же должны были этим уже заниматься, соцпедагог детдомовский. Пошел я в ЦАН, узнал, что я не стою на очереди. По словам Каната, немало трудностей выпало на его долю. Проблему с трудоустройством решал как мог. По окончанию учебы устроился электриком в Кокшетау. Судьба свела его с Танатом Байменовым, который стал для него и другом, и советчиком. Сейчас он помогает решать жилищный вопрос. Даже нанял адвоката и подал апелляцию в городской суд. Меня очень тронула судьба Каната. Сейчас он мне как брат. Я помогаю, чем могу и как могу. Вот, городской суд мы проиграли. Оказывается, раз он родился в Аркалаке, там и должен был встать в очередь. Так как сейчас он самостоятельно встал в очередь в Кокшетау, считается, что он уже в списке очередников. А между тем, другие ребята, выпускники детских домов уже имеют жилье. Считаю, что государство должно было позаботиться о нем. Сейчас он без крыши над головой. В областном управлении образования мы получили следующий ответ. В 2013 году в закон о жилищных отношениях были внесены изменения. И включено, что опекуны, патронатные воспитатели, законный представитель, то есть детей-сирот, детей, отташих без попечения родителей, обязаны ставить на учет на получение жилья своих подопечных. То есть в 2013 году. До этого момента данной нормы не существовало. Сегодня апелляция Каната рассматривалась в областном суде. Со своей стороны мы подали заявку на онлайн-слушание. Но установить со съемочной группой видеосвязь не было возможным. К этому часу известны итоги. К сожалению, областной суд также отклонил апелляцию Каната. Я обращался к Акиму области, прокуратуре области, городскому суду, к областному суду. Никто нас не слышит. Все отказываются. Адвокат Каната сказал, что их следующий шаг обращения в Верховный суд. Альмир Астыбава, Ердегуль Дадыбас, Козыбавил Соловьев, Жахангер Муханбетов, Кокшия Ахпарат.